Добрый день! Это второе видео про культуру Камбоджи эпохи Средневековья. В прошлый раз речь шла про архитектурный комплекс Ангхор-Ват, его строительство и разрушение. Новым городским центром стал Ангхор-Тхом, или Великий Ангхор, или просто Большой Город, который в то время назывался Индропатха. Он окружен стенами высотой 8 метров и рвом. К воротам, расположенным по сторонам света, ведут мосты, украшенные скульптурными композициями, в которых суры и асуры перетягивают змея в асуку, что отсылает посетителей к индийскому мифу о пахтании океана. Центром комплекса стал храм Байон. Он украшен множеством огромных каменных лиц с безмятежным выражением, которое, по словам гида, меняется в зависимости от времени суток. Их около двухсот. По одной из версий это изображение Авлакитеширова, причем с портретным сходством с буддистом Джейварманом Седьмым. Однако первоначальное название храма Джейгири, что значит Гора Победы или Гора Брахмы. Потому, согласно другой версии, головы принадлежат богу-создателю. А название Байон дали французы. Оно переводится как Баньян, священное дерево буддизма. Храм по традиции символизирует гору Меру, а ров, олицетворение мирового океана, находится за стенами города. Здание украшено рельефами, изображающими не только мифологические сюжеты, танцующих абсар и орнаменты, но и сцены из повседневной жизни. После смерти Джейвармана Седьмого назначение храма менялось. Он был индуистским преследующим правителей, и в нем появилось большое количество шиволингамов. Но позднее страна снова вернулась к буддийской традиции. Однако, если при основателе это была Махаяна, то теперь Тхировада Хинайяна. Кроме главного храма на территории Анхордхома есть и другие интересные сооружения, о которых я тоже хочу рассказать. Начну с так называемой террасы слонов, потому что она является частью стены самого Анхордхома. Величественное и эффектное сооружение, украшенное изображениями этих животных, давало возможность королю наблюдать за парадом своих поисков. Терраса прокаженного короля – также часть Анхордхома. Однако свое название получила по скульптуре XV века. Это статуя, изображающая бога загробного мира Яму – Дхармараджу. Когда она была найдена, то цветовые пятна и мох на ней напоминали человека больного проказа. Кроме того, сыграла роль камбоджийская легенда о том, что правитель IX века, Ясаварман I, тот самый, который основал столицу Ясадхарапур, страдал этой болезнью. Есть предположение, что на платформе производилась кремация членов королевской семьи. При Ясавармане I был построен храм Пном-Бакхенг, посвященный богу Шиви. В то время он был главным во всем регионе Ангкор. Храм размещен на вершине холма, как и два других, созданных во время правления того же короля – Пном-Кром и Пном-Бог. Пном-Богхенг символизирует гору Меру и состоит из семи уровней – небес. На каждом – 12 башен. Всего их 5 – больших и 104 – меньших. Самая большая – ось, сама гора. А 108 – это 4 фазы луны по 27 дней. Таким образом, храм – это календарь в камне, подобный, например, пирамиде Эль-Кастилье в Чеченнице у индейцев Майя. Любопытно, что одновременно можно увидеть только 33 башни – это количество ведических богов. Храм Бофуон, построенный в XI веке при правителе Удаядитья в Армане II, известен как самая большая трехмерная головоломка. Дело в том, что задуманная в XX веке грандиозная реконструкция памятника была прервана в 1970 году революцией и режимом красных кмеров. Но к этому времени он уже был разобран. Второй проект реставрации запустили только в 1996 году и потратили 16 лет на то, чтобы понять, какой камушек куда подходит и как это собрать вместе. Когда я там была в 2010 году, головоломку еще не собрали. Изначально храм был посвящен Шиве, но в XV веке преобразован в буддийский. На втором из трех ярусов располагалась статуя лежащего Будды размерами 9 на 70 метров. Храм восточный Мибон создан еще раньше Буфуона, в X веке, при короле Раджиндра Вармане II. Он посвящен богу Шиве, а также родителям правителя. Трехъярусный храм украшен изображениями Индры на его слоне Айравате, а также скульптурами слонов. Забравшимся на верхний ярус открывается вид на бескрайние просторы джунглей. Но когда-то все это было заполнено водой. У храма есть пристани, к которым приплывали на лодке. На одной оси север-юг с восточным Мибоном находится храм Проруб, созданный при том же короле. Его название переводится как «Поворот тела». Дело в том, что во время похоронной службы по камбоджийской традиции прах поворачивали в разных направлениях. Храм посвящен Шиве, но кроме его изображения, там были статуи бога Вишну и богинь Умы и Лакшми. Еще один храм X века – Прасад Краван. Он находится недалеко от искусственного озера Срахсранг. Ну, сами понимаете, из песни слов не выкинешь. Это значит «королевская баня». Это сооружение с пятью башнями светло-желтого цвета посвящено богу Вишну и украшено его изображениями с супругой Лакшми и издовой в Афханной Городой. Джеварман V, сын Раджендра Вармана II, вступил на престол в 10-летнем возрасте. Потому начал строительство своего государственного храма только через 7 лет. Это Таркео. Он задумывался двухъярусным, но достроен не был. По разным версиям, либо в него попала молния, что было плохим предзнаменованием, либо все дело в смерти правителя. Трехъярусный пирамидальный храм в Химеонакос, начатый при Раджендра Вармане II, а законченный только Сурьеварманом I, хранит страшную тайну. По легенде, правитель каждую ночь встречался там с женщиной Наком. Напомню вам, что Наги – это змееподобный народ, живущий под землей, знающий все про сокровища и потому очень богат. А еще все они могут принимать человеческий облик. Женщины Нагов в мифах мудры и красивы. Вот именно с такой дамой король проводил время в первую стражу, и никто, даже его жена, не имели права явиться в храм. Если бы правитель пропустил хоть один день, то на королевство бы обрушились беды. Когда же не пришла Нагиня, то это говорило о том, что дни короля сочтены. Прасад-Суор-Прат на данный момент остается, возможно, самым загадочным комплексом на территории Ангкорд-Хома. Это композиция из 12 башен, разделенных на две группы, построенная в XIII веке при правителе Индровармани II. Их называют «12 башен-сестер». По одной из версий, над башнями были натянуты канаты и ходили канатоходцы. Здесь чем еще одно их имя – башни танцоров-канатоходцев. По другой, при решении гражданских споров, противников помещали в эти башни, и по прошествии определенного времени неправые должны были заболеть. Согласно религиозным представлениям хмеров, храмы – это жилища богов, а рядом обитали те, кто им прислуживал. Сооружения Ангкор-Вата и Ангкорд-Хома поражают своей неповторимой, ни с чем не сравнимой атмосферой. В XV веке памятники были заброшены и открыты снова только в XIX. Правильнее сказать, что там жило некоторое количество буддистских монахов, а позднее французы открыли их для Европы и для всего остального мира. Франция подписала с Камбоджей договор о протекторате в 1863 году, а независимость страна получила ровно через 100 лет. Именно французы начали работы по восстановлению достопримечательностей и освобождению их от агрессивных джунглей. Но, несмотря на все старания, не покидает ощущение, что природа не готова так просто отдать то, что привыкла считать своим. Кажется, будто зелень стоит за спиной, ждет своего часа и посмеивается над наивным человеком, который пытается освободить из ее цепких корней и веток в древний храм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии. Спасибо вам за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok